Потеряевка 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 основана в 1818 году. В советское время здесь был большой совхоз, проживало 500 человек. В 70-е годы 20-го столетия деревня исчезла с географической карты. С закрытием школы уехали и последние жители. И только спустя два десятка лет на свою малую родину вернулись дети Марии Лапкиной. Братья Аким и Игнатий. Приехали, поставили палатку и начали строиться с Божьей помощью. Вот тот самый первый дом, который был построен в чистом поле в 1991 году. Тогда строительных материалов никаких не было. Братья Лапкиные брали глину из озера и вручную лепили кирпичи. Мы до 31 августа делали кирпичи. 31 августа. Все лето? Все лето делали. Начали делать стены. Уже первый дом, там старый дом. Там сейчас никто не живет. Мы делали. И 14 октября мы уже затопили печь. Купили корову, кур, обзавелись хозяйством. На этом не остановились. Братья Лапкины пошли к местным властям. Просить, чтобы потеряевки вернули статус поселка. Получили отказ, ведь это дополнительное финансирование. В Москву поехал. Там был у нас знакомый в то время депутат, священник, отец Глеб Якунин. Он мне выписал пропуск в Думу и провел меня туда, по комитетам. Я в сапогах своих по коврам походил. И после этого мнение депутатов изменилось. Мы получаем документ из Краевого совета за подписью Сурикова. Он там был представитель Краевого совета, потом губернатором был какое-то время. Чтобы восстановить поселок Потеряевка. В селе провели коммуникации, прислали учителей. И на этом поддержка властей закончилась. Зимой Потеряевцы отрезаны от мира. Снегоуборщик до поселка не доезжает. Дороги не чистят. Люди заблокированы, но об этом не переживают. Ведь они вернулись к своим корням. Мы 10 лет еще за это время прожили в Киргизии. Ровно 10 лет. Я всегда тосковала по родине. Неимоверно. Я говорю, Володя, ты увези меня в Сибирь. Купи дом и брось меня. Вот я так тосковала по березам. Когда я ехала, березу увижу. Это чувствовать надо. Родина. Сегодня Потеряевцы живут по закону Божьему и уставу, который, к слову, официально закреплен в Министерстве юстиции Алтайского края. Там 40 правил. Среди них не воровать, не пить, не ругаться матом, не курить. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного. Редактор субтитров А.Семкин